Добрый день! В эфире информационная программа Вести Кабардино-Балкария в студии Беслан Суидимов и в начале коротко о некоторых темах выпуска. Непосильные работы, голоды, расстрелы, ужасы фашистских концлагерей глазами узников из Кабардино-Балкарии. С законотворческой инициативой выступили школьники. Какие проекты выбрала комиссия? В парламенте подвели итоги всероссийского конкурса. Вершины, даже искусственные, покоряются только смелым. В КБГУ готовят инструкторов по скалолазанию. В Москве в ходе рабочей встречи временно исполняющего обязанности главы КБР Юрия Кокова и руководителя Рособорнадзора Сергея Кравцова обсуждены меры по организационной и технологической подготовке и проведении единого государственного экзамена на территории Кабардино-Балкарии в 2014 году, сообщили сегодня в пресс-службе руководителя республики. Особое внимание обращено на необходимость обеспечения контроля, в том числе общественного, за честностью сдачи экзаменов, создания равных условий для всех выпускников. Юрий Коков и Сергей Кравцов высказались за выстраивание объективной и прозрачной системы сдачи ЕГЭ, повышение качества образования в целом, подготовку квалифицированных педагогических кадров. Кабардино-Балкария вошла в число регионов с низким уровнем межэтнической напряженности. Первый такой рейтинг российских субъектов обнародовала федеральная экспертная сеть Клуб регионов. Исследования проводились совместно с Центром изучения национальных конфликтов. Специалисты опросили более 80 экспертов федерального уровня, ученых, правозащитников, журналистов. По собранным данным, в последнее время в России зафиксировано в общей сложности 570 этнических очагов напряженности, от высказываний в интернете до массовых столкновений. Самыми неблагополучными регионами признаны Дагестан, Москва, Санкт-Петербург, Ставрополь и Татарстан. Межнациональная стабильность, помимо Кабардино-Балкарии, отмечена в Ингушетии, Карачаевой Черкесии, Северной Осетии и Чечне. К другим темам. Сегодня во всем мире вспоминают жертв фашистских концлагерей. 69 лет назад, 11 апреля 1945-го, узнав о подходе союзных войск, заключенные Бухенвальда подняли восстание и взяли руководство лагерем в свои руки. Памятную дату ежегодно отмечают и в региональном отделении «Единая Россия». Сегодня в числе приглашенных, сами узники, ветераны, депутаты парламента, практически все бывшие заключенные, которые пришли навстречу, попали в лагеря пятишестилетними детьми. На их долю пришлись не только тяготы нацистского террора, но и унижения в послевоенные годы, когда НКВД заклеймили их как предатели. Сегодня они живые историки лагерной жизни. Выстрелили дорогу, мы глянули проволоку, часовые, стоят с собаками, с пулеметами на бегу, делали лагеря. И вот здесь они, это второй раз за оккупацией, мы попали, и я попал под расстрел. Единороссы организовали для участников встречи небольшую концертную программу, вручили цветы и подарки. Треблинга, Майданек, Освенцын, Бухенвальд, Дахау. Эти названия навсегда останутся в истории нарицательными синонимами бесчеловечности. Сегодня мы отдаем дань уважения тем, кто прошел через ужасы фабрик смерти и чтим память миллионов советских граждан, недоживших до освобождения. С теми, кому удалось уцелеть, встретилась наша съемочная группа. Слово спецкору Вести КБР Сафару Гирьеву. Спасибо большое. Иди Малютина в день приезда съемочной группы исполнилась 84. Она бодра и подвижна, несмотря на то, что передвигается на костылях. И память пока не подводит. Иди была 13, когда ее вместе с родителями угоняли из Анапы в Германию. Говорит, вкус бриквенной баланды и хлеба из Турсы, так называется, пилочная масса, забыть невозможно. Гнали по всему югу Украины до Перемышля. Там нас помыли, продезинфицировали, посадили в теплушки. И мы оказались в Любике, в концлагере. Два года мы там пробыли. Лагерь был международный. Там были и итальянцы, и французы, много украинцев, русских. Мы для них были никто. Рабочая сила и все. Контакта, я сказала, никакого с немцами. А там какой у нас фюрер был, надзиратели. Таких концлагерей, тюрем и гетто в годы Второй мировой по Европе было более 14 тысяч. Только на территории СССР фашисты расстреляли, сожгли в газовых камерах и повесили около 2 миллиона человек. Из них 600 тысяч дети. Детьми в те страшные годы были и большинство бывших узников, доживших до сегодняшнего дня. Даже за колючая проволока они умудрялись играть. Правда, забавы эти были особые лагерные. Взрослые построили там напротив нас парк с памятником Антонеску. А мы там строили у себя во дворе всякие домики. Нам необходимо было к этим домикам гальку. И вот мы, это врезалось в память, когда часовой ходил, а потом он спиной уходил на другую сторону улицы или в другой квартал, то мы ныряли под вороты этого парка, набирали в какие-то тачечки вот эту гальку, ждали, когда он опять отвернется к нам в спину и бежали к себе. Это, конечно, было рискованно. Взрослые нас ругали. Происходило все это в еврейском гетто в Рыбнице. Науму было тогда всего четыре года. Штульман до сих пор с благодарностью вспоминают русские семьи, которые, рискуя собственной жизнью, укрывали евреев в последние дни оккупации Молдавии. Тогда немцы активно уничтожали всех оставшихся в живых учителей гетто. Еврейское гетто есть еврейское гетто. Значит, уничтожали людей. Практически все более-менее подростки, более взрослые, не говоря уже о мужчинах, их было очень мало, стариков, практически всех расстреляли. И периодически людей забирали и увозили там недалеко на Украине был лагерь, где уничтожали людей. Всего в концлагерях погибли около пяти миллионов советских граждан. В Кабардино-Балкарии помнят о них. В Госархиве Республики с 95-го года работает специальный отдел по сбору материалов о бывших узниках. В 2000-м сюда из Национального музея украинского города Славуты поступил список 70 пропавших без вести уроженцев Кабардино-Балкарии. Все они погибли в лагере смерти «Гросл-Лазарет», где проводились опыты над людьми. Чучаев, Афаунов, Сундуков, Кютенчев, Афашагов, Сузаев, Карданов, Осипов. В апреле 1945-го система фашистских концлагерей была ликвидирована и осуждена в Нюрнберге, как преступление против человечности. Живущим сегодня кажется, что это было давно. Те, кто прошел сквозь ужасы фабрик смерти, так не думают. Биография этих людей – настоящие уроки мужества. Наум Штульмен – заслуженный человек, внесший огромный вклад в развитие геофизической науки России, работает по сей день в северо-кавказской службе по воздействию на метеоявления. Ида Малютина после войны переехала в Нальчик, долгое время работала в КБГУ. И в годы Второй мировой, и потом, в мирное время, выжить им помогал один главный принцип. Это добропорядочность и уважение к другим, и к себе тоже. Лучше ничего. Самое главное, знаете, как сказали, что такое счастье, когда тебя понимают. Вот я считаю, уважение и понимание – это прежде всего. И Бога даже об этом молю. Вот так. Сафар Гиреев, Анатолий Гирико. Вести Кабардино-Балкария. Продолжаем выпуск. Подведены итоги республиканского этапа девятого всероссийского конкурса «Моя законотворческая инициатива». Организовала его Госдума совместно с Национальной системой развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи интеграции. Церемонию награждения провели в парламенте КБР. На конкурс было представлено более 30 работ, 11 достойных призовых мест. Лучшие проекты представят на заключительном конкурсе в Москве. Авторы – школьники, студенты, аспиранты и представители молодежных объединений. Как признался лидер фракции «Справедливая Россия» Владимир Кибеков, конкурсанты удивили глубиной познания в области законотворчества. Кантемира Яхутлова он отметил отдельно, добавив, что его работа опередила время. Статью о ВВАЗИМУ Сарагосдума только собирается прописать в Жилищном кодексе, а Кантемир уже обозначил механизм ее реализации. Вывоз мусора в законодательном вводе не включен в статью 154 Жилищного кодекса РФ. В связи с чем возникают некорректные правовые отношения между поставщиками, коммунальными послугами, потребителями? Над проектами ребята работали не только со своими преподавателями, но и с депутатами. Они осуществляли научное руководство. Так что дипломов удостоились и сами парламентарии. По словам первого вице-спикера Руслана Жанимова, конкурс показал, что в республике есть молодые люди, способные в дальнейшем стать политическими лидерами. Ну а молодежь Кабардино-Балкарии тем временем провела свой первый слет. Встреча подрастающего поколения, организованная Республиканским Минобром, начинающими парламентариями и Молодежным Центром КБР, прошла в одной из школ 2-го Чигема. О том, какие вопросы были подняты активистами, расскажет Адам Абазов. Сотни активистов на одной площадке. На первый республиканский слет пригласили волонтеров, студентов, а также представителей молодежных советов при городских районных администрациях. Здесь обменивались опытом, участвовали в тренингах и, самое важное, налаживали деловые связи. Одна из основных проблем, которую мы видим сегодня, это неналаженная система взаимодействия и задача форума, слета сегодняшнего, как раз познакомить ребят друг с другом, чтобы они могли делиться проектами, планами, и выходить смело на уровень работы молодежного парламента и молодежного правительства республики. Действо развернулось сразу на пяти площадках. Участников слета учили о замполитической деятельности и продвижении проектов в социальных сетях, обсуждали развитие волонтерства в районах, организовали даже импровизированные выборы. В каждом семинаре, на каждом форуме мы получаем определенную пользу. Не просто так же приходим. Естественно, в будущем мы будем использовать сполучный опыт. Надеюсь, тоже буду кандидатом в каких-нибудь выборах. Следующий слет молодежи планируется провести через полгода. Ну а до тех пор им предстоит применить усвоенное на практике. Адам Абазов, Алим Нартоков, Вести, Кабардино-Балкария. День открытых дверей проводит сегодня федеральная налоговая служба. Акцию поддержали и в Кабардино-Балкарии. Посетителей ждут до восьми вечера. Как заполнить декларацию или заявление, оформить социальный и имущественный вычет, помимо приема документов, специалисты консультируют граждан. С утра только во вторую инспекцию ФНС по Нальчику обратились около ста человек. ИНДВ сдаем, отчеты квартальные, сейчас как раз сроки подходят. Вот мы сдаем, меня вызывали в кабинет, я была у ребят, объяснили все, как положено, исправили. В том году была произведена оплата за имущество домовладения, но оказалось так, как я пенсионер, имею льготы. И вот девушка посчитала, оказалось 650 рублей, у меня была переплата. Эти средства перечислят на сберкнижку, заверили специалисты. День открытых дверей состоится и завтра. В субботу отделения налоговой службы будут работать до 15 часов. И последние инструкторы по скалолазанию повышают квалификацию в КБГУ, физкультурно-оздоровительном комплексе ВОЗа. В эти дни спасатель международного класса Виктор Автомонов проводит мастер-классы на скалодроме. Искусственное сооружение появилось здесь недавно, и скоро спортивный клуб торжественно откроет свои двери для любителей покорять вершины. Продолжит Карина Аванесова. Искусственный скалодром «Хоки» установили еще в декабре, но желающие опробовать стенд любовались им лишь со стороны. Не было специалистов по альпинизму и скалолазанию. Инструкторы из Ставропольского края пригласили преподавателей кафедры чрезвычайных ситуаций КБГУ. Виктор Автомонов, сотрудник Северокавказского спасотряда МЧС, учениками доволен. Это не новички, которые хотят научиться работать, как именно работать на стенде, как именно тренироваться на стенде. И главное, научить их тому, чтобы они безопасно могли проводить занятия со скалолазами на стендах. Потому что это дело имеет некоторые специфические вещи по сравнению с обычным туризмом, с обычным скалолазанием, альпинизмом. В группе спасателей международного класса 12 человек. Занятия ежедневные, по 8 часов. Сначала теория, потом практика. На этих курсах мы, на самом деле, очень много всего узнали. Это даже не касаемо самой техники. Очень много нового снаряжения, работа со снаряжением, организация страховки, организация самостраховки, безопасная работа. Много вещей, тех, которых мы не знали, мы получили на этих курсах. Мастер-классы для инструкторов организованы по инициативе покорительницы Эвереста Карины Мезовой. Идея не нова, и, скажем, желание, и потребность в искусственном стенде для тренировок по альпинизму, скалолазания, элементов горного туризма, она, наверное, живет в сердцах наших, скажем, спортсменов, начинающих и состоявшихся достаточно давно. Курсы завершатся через неделю, экзаменами и зачетами, а в ФОКе пройдет торжественное открытие скалодрома. Инструкторы получат соответствующий сертификат и еще один, самый главный урок. Вершины покоряются не только смелым, но и терпеливым. Карина Ванесова, Игорь Мигулин, Вести Кабардино-Балкария. Объявлены торги на приобретение путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Республиканского Минтруда. Им выделят свыше 2700 путевок. Всего же в нынешнем году в Республиканскую программу летнего отдыха попадут более 20 тысяч детей и подростков. Планируется задействоваться около 70 оздоровительных учреждений. И к этому часу вся информация в 17.10. Смотрите традиционный тележурнал «Весит Северный Кавказ», а наш следующий выпуск уже в 19.40. До встречи на телеканале «Россия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова